Шведская семья, мужчина, женщина. Какие отношения, как ухаживают шведы за шведками, не шведками? Может быть, шведки ухаживают за своими мужчинами? И какие отношения у них в семье? Шведка может абсолютно спокойно подойти, предложить мужчине сесть за ее столик и еще и заплатить за него. То есть тут не только сплит билл, тут еще и спокойная женщина может заплатить. У меня один раз ситуация была смешная, я в бар пошла с одним парнем, это даже не свидание, мы просто отошли в бар. Он заказал, я заказала, я хочу за себя платить. И мне вбивает официант, что типа за всех. Я такая, а почему так дорого? А он думал, что я заплачу за того парня. Этот парень тоже стоял так скромно, смотрел, что за него заплатят. Если женщина приглашает, она может заплатить за мужчин. Шведы, они на самом деле очень деликатные женщинами. С одной стороны, может показаться, что они очень скромные, но когда они подходят к женщине, они это делают максимально с уважением. У меня тоже был случай, что ко мне подошел парень в клубе, и он сказал, что я не хочу тебя как-то смущать. Вот я здесь отойду, встану, если захочешь, можешь со мной заговорить. Просто проблема в том, что они вообще редко подходят. И очень многие эмигрантки тут жалуются, что вот идет красивая девушка по улице. Они просто, ну не то, что интерес они показывают, они просто, ну даже, ну такое ощущение, что им не нужна женщина. В Тиндере один раз был прикол, один парень написал, что ипотека настолько повысилась, что мне нужно найти девушку, чтобы платить вместе за счета. Разве это то, что разделяются полностью все счета? Но что я заметила, что это даже не то, что мужчина хочет, это больше женщина хочет. И именно женщины об этом говорят, что я хочу разделить счет. Даже с мужем может за кофе разделять там счет. Кстати, интересный факт. Шведские родители имеют право на 480 дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Если супруги поделили данный период поровну, государство выдает им денежный бонус, поощряя стремление к гендерному равенству. Для шведов абсолютно нормально, что время с ребенком проводит не только мама. Именно здесь есть определенное количество родительских дней по уходу за ребенком для отцов. Этими днями могут воспользоваться только папы, иначе они сгорают. Шведский мужчина – это как такой красивый банкомат, такой сучпелать денег. Но у тебя нет карточки к нему и нет пин-кода. Мужчина стоит и ждет, пока я ему дверь открою. Я-то привыкла к тому, что мужчина дверь открывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...